привет всем вот как вы видите лежу я в больнице всех выписали этот остался один в данный момент лежу в терапии и пришел как я и боялся но принципе в голове я понимал что когда-то это произойдет но это все это уже конец конечно и сейчас я не знаю что делать как-то нужно мне собирать деньги на серьезное на очень серьезное дорогостоящее лечение а это кардинально может помочь только пересадка печени но обо всем по порядку как вы знаете после операции на легких на диагностической когда мне думали что онкология я лежал в красноярске мне там когда сделали эту биопсию кололи сильные антибиотики то есть раз мне кололи потом меня выписали только я приехал домой каким-то образом я подцепил сальмонеллу я это тоже рассказывал там сальмонелла как оказалось очень сильно бьет по печени у меня там стул был 10-12 раз в сутки это я все как бы рассказывал вам я заметил еще в тот раз ну как-то сильно с печенью это не связал что у меня очень вздулся живот потом мне выписали но выписали с температуры небольшой хотя отрицательный тест пришел на сальмонеллу а нет он тест не пришел и рассказывал что домой выписали они меня мазок взяли он делается неделю неделя прошла мазок пришел положительный что типа я недолечен ну поноса уже не было и меня решили дома полечить опять антибиотики это уже третий раз антибиотики опять сальмонелла антибиотики опять удар по печени самим заболеванием и антибиотиками уже третий раз и потом после сальмонеллы я заболел к видом плюс лечение к вида и после к вида проходит два-три дня у меня температура два-три дня температура живот здоровый Я думаю, из-за чего этот живот, не мог понять И потом у меня начался ночью У меня такое, в принципе, было Приступ в районе живота Боль такая в верхней половине живота Желудок где-то сверху Но обычно бывало, я мучился 9 часов раньше 5-9 часов Но потом, когда меня рвало, мне становилось легче А тут меня рвет и легче не становится Боль не проходит И жена заметила, что я весь пожелтел Я весь пожелтел И кожа, и склеры И меня срочно увезли в хирургию И у них подозрение было, что это непроходимость желчных протоков У меня там какие-то камни Или сгустки Всегда были Ну, на фоне моего заболевания Склоридирующего холонгида Образуются вот эти Я привил лекарства, чтобы они эти не образовывались Чтобы желчь оттекала Ну, меня там лечили Температура была постоянная Если днем была нормальная То к вечеру всегда 38 поднималась Там опять меня антибиотиками пичкают Живот у меня, как всегда, большой И, короче Лечили-лечили Сделали одно ФГС Желток посмотрели нормально Через неделю сделали второй ФГС Но уже они маленько подальше в желчные протоки залезли Ну, и этот, кто делал ФГС Сказали, что протоки, в принципе, видно, что открытые И видно, что желчь поступает в желудок То есть, в принципе, никакой сильной закупорки нет Но они подумали, что может где-то в печени Там закупорка или что И решили сделать такую операцию Ну, где прокалывают живот И с помощью трубок Как-то с желчью что-то хотели Они протоки вывести Ну, все, взяли меня на операцию Она, как бы, не такая сложная Уцепили меня Ну, я думаю, ну, выведут с мешочком, похожу Там желчь прочистится Там все это И хотели потом меня отправить в Красноярск На дальнейшее лечение В Красноярск меня что-то там брать не стал Там у них мест нету Ну, суть не в этом Когда я просыпаюсь после операции Я смотрю, у меня висит мешок какой-то Ну, как знаете, после операционной Когда жидкость оттекает Как вот на легких у меня было Трубка из живота торчит Ну, сейчас уже нету Ее вчера сняли Неделю проходил Гармошка И жидкость какая-то желтая стекает Я такой спрашиваю А что это такое? Нагорит у тебя там в животе Куча жидкости И все У меня сразу все упало, как говорится Я это все понимал раньше И боялся этого Короче, при заболевании печени Я уже таких видел циррозников У кого цирроза много лет У них животы, как у беременных Прям здоровые Вот у меня такой становился И они, короче, чтобы эту жидкость убрать То есть желчные протоки не стали делать Смысла не увидели Вывели трубку И начали откачивать жидкость И, короче, за первый день у меня откачали 5 литров жидкости Ну, оно вышло Само выходит Я сливал Жидкость вообще просто как желтенькая такая Ничем не пахнет Ничего И вот я лежал Каждый день сливали у меня Где-то по 2-2,5 литра Как потом оказалось Ее нельзя много сливать сразу Потому что теряется белок Можем максимум литр Ну, вот у меня сливали, сливали, сливали Я когда встаю У меня всегда все в животе перекатывается Булькает Лягу Оно, видать, более-менее Встаю Оно, видать, сверху вниз Буль-буль-буль Все перекатывается Все так неприятно И вот здесь Потом меня перевели в терапию Сказали, что здесь будет наблюдать Здесь опять мне назначили антибиотики Вот я сейчас закончил вчера Ну, посливали жидкость Сказали, больше недели нельзя Потому что трубка стоит Может там какое-нибудь загноение произойти Бактерии занести Ну, вчера пришел на операционный стол Чисто в приемный покой Вызвали моего хирурга Который меня в хирургии вел Ну, они вытащили эту трубку Там, в принципе, больно не было Я чувствую, что у меня по бокам жидкость Эти дырочки бежит А он как бы сказал ей сделать Чего? И пока ушел Ну, она там Медсестра, которая в реанимации работает Ну, она раз И все у меня бежит прям И свистит воздух в эту дырку Я говорю, ну что, зовите хирурга Пусть все решает Ну, они там на живот понадавливали Жидкость эта повыходила еще Ну, и решили А как заклеивать? Если бы не бежало То они были к пластырем Оно бы затянулось Ну, и решили меня зашить Чисто хотя бы Одной ниткой Там дырочка Это что, 5 миллиметров? Ну, говорит Там лидокаин или навокаин Переносишь Ну, я сразу понял Что укол обезболивающий Говорю, да, переношу А он берет простую иглу Может, думает Что я подумаю Что это укол я ставлю И этой иглой наживую мне Херак Проткнул кожу Я только ойкнуть успел Ну, ладно Там это Он раз проткнул Там перетерпел я Он один шов сделал Затянул Все меня отправил Ну, а сейчас в терапии лежу Без банки А то с этой банкой Всю неделю Это постоянно сливали Все А в терапии лечат Это, ну, это же терапия Может, сами знаете Чисто таблеточки Капелинс, как таковых, нету Чисто таблетки А у меня тут От этих антибиотиков И поносы Все И таблетки Они, грубо говоря, вылетают Ну, и что Попросил он Абсорбенты Полисорб От поноса От всего Купили сами Врачам сказал Нужно, наверное, белок Ставить Внутривенно Когда Ну, я почитал Когда вот эту жидкость От асцит Вот этого Выкачивают Теряется белок Нужно восполнять Ну, он из плазмы крови Делается Там баночка тоже Недешевая Две шестьсот Баночка На одну инъекцию Ну, на одну капельницу Я говорю Что Самим закупать надо Или что Говорит Ладно, сейчас узнаю Но, слава Богу Они через аптеки Там нашли И сейчас мне Вот Выпросило Получается Белок И вот мой Вот этот Гипомерц Который Для интоксикации В крови Когда при циррозе Ставят Кровь очищает Потому что Печень сама Не очищает кровь Я говорю Может гипомерц Говорит Ну, да, можно Вот гипомерц Свой принесли Купили Тоже там Что-то Не помню Сколько Две С чем-то Тысячи Отдали Ну, вот На своих лекарствах И капельницы Делаем Потом От кишечника Тоже свое Пью Ну, контролирует Слава Богу Сейчас Температура Сейчас Записываю Каждый день Они сказали Вести Ну, максимум Сейчас поднимается До 37,3 37 Вот так вот Колебрется Возле этого Сегодня Вот весь день 36,7 36,6 Первый день Ну, все И теперь Получается Я уже все На работу Не выйду Потому что С осцитом С печенью В таком состоянии Я Просто не смогу Работать А лекарства Это все у меня Дорогие Это тот же Ну, я уже говорил Про цены своих Это у меня От десятки До пятнадцати Выходят лекарства Это не считая Все инъекции Вот эти все А сестра Зарплату на одну Справимся Содержанием Мои болезни Ну, это уже Я не знаю У меня это видео Как Клича помощи Чтобы Люди Помогли мне Как-то Я не знаю Может какие-то Меценаты Это видео Увидят Потому что У нас очень В России Много Богатых Людей Которые Ну, которым Там Два-три Миллиона Это Ну, не такие Большие деньги Для нас Это космические Деньги Которые Ну, просто Нереальные Деньги А для кого-то Это Они машины Покупают Но я не осуждаю Их Это Они заработали Это их Я Чужой кошелек Никогда Не лез Ну, я был бы Конечно Очень благодарен Если такие люди Помогли бы мне Как-то Все это Провернуть Это дело С той же Замены печени Чтоб я хоть Маленько Еще пожил Ну, и вот У кого Какая-то Будет возможность Ссылка Будет В описании На мою карту Теперь все Деньги Буду Копить Только для Этого Дела Не знаю Сколько я Протяну В таком Состоянии Эта вот Жидкость Мне откачали Сейчас в животе Но они Откачали Не всю Потому что Сейчас я Ложусь У меня ручка Даже в кровати Для удобства Поднятия Потому что Я так Просто не могу Подняться Я Встаю С кровати У меня Внутри Как будто Как это Вода Перекатывается Ну и дать Сверху Вниз Вот эта Жидкость И она Будет Постоянно Увеличиваться Ее Постоянно Откачивают С какой Переочищенностью Я не знаю Но может Сейчас воспаление Снимут Вот это Из-за воспаления Она может Как-то Резко Увеличивать Потом Может В меньшей Степени Будет Но печени Все равно Хана Пришло Все Самое главное Что я Теперь Не могу Работать Если Будут Силы Я не знаю Может Что-то Я буду Как-то Подрабатывать Ну Я не Физически Теперь Не могу Я не Не представляю Как Конечно Но Может Помощью Компьютера Как-то Или что Сидеть То Конечно Не буду Стараться По крайней Мере Ну Это Конечно Просто Ужас Я не знаю Что делать Честно Говоря Был Всегда Оптимистом Держался А сейчас Просто Мне жить Неохота И Обременять Ни своих Родственников Ни жену Ни мать Никого Неохота Ну Такое Видео Получилось Спасибо Вам Всем Кто Мне Поддерживал Материально Морально Морально Так Вообще Все Поддерживают Всем Вам Огромное Спасибо Я Очень Вам Благодарен Ну Так Вот Случилось Чего Боялся То И Произошло Не Закончилась Фопея С легкими Еще К К Монологу Надо Было Ехать Тут Такая Херня Извините За Выражение Ну Вот Как-то Так Ладно Всем Спасибо За Просмотр Пока Задавайте Вопросы Если Что Все Что Могу Отвечу Всем Счастливо Не Болейте Всем Удачи